Программа мероприятия была очень насыщенная. Кроме расширенного заседания, важным этапом стало посещение священных мест Бреста. Конечно, абсолютно каждый город нашей Родины стоял в битве за жизнь в годы Великой Отечественной войны. Каждому из них есть что рассказать и показать. Но именно для нас, жителей Брещины, Брестская крепость-герой – это особое место духовной силы. На площади церемониалов у Вечного огня состоялось торжественное возложение цветов. Следующий этап программы – посещение Музея войны «Территория мира», а также поста памяти номер один, где членом делегации был продемонстрирован один из методов патриотического воспитания в нашем городе. Брестские школьники из года в год заступают на вахту памяти. Они, чеканя шаг в любую погоду, в праздники и в будни, заступают на свой пост. На пост номер один. Каждый день они стоят у Вечного огня в Брестской крепости. Что важно, они все сами знают и даже рассказывают о сложной и трагичной истории крепости. 22 июня 1941 года еще не взошло солнце, а на том берегу Западного Буга уже стояли немецкие генералы. Все было готово к началу войны. Внезапный зал средь мирной тишины. У заседания Республиканского совета директоров многопрофильных учреждений дополнительного образования есть конечная цель. В системе должны использоваться единые подходы, единые направления в патриотическом воспитании. Основная задача этой встречи для представителей делегаций из всех регионов это перенять интересные новые методы работы с молодыми людьми у Брестского региона, а в результате ввести их в своих областных центрах. Они нам продемонстрировали свои достижения в проектной деятельности, свои достижения в участии в акциях республиканского масштаба, героико-патриотического направления. И сейчас у нас экскурсия, и мы завтра будем продолжить. У нас состоится в рамках круглого стола диалоговая площадка, где мы будем обсуждать. Сегодня коллеги здесь смотрят, изучают, и завтра мы будем обсуждать и принимать обсуждения в протокол. В ходе сегодняшнего общения и проведения пленарного заседания, потом еще будет круглый стол, мы узнали очень много, что сделано именно в Бресте, в городе Бресте, Брестской области в целом по патриотическому воспитанию. Конечно же, отдельные моменты, а их довольно-таки много, и как в виде живого общения, так и какие-то будут на электронные носители, мы будем у нас адаптировать уже непосредственно в нашей Могилевской области. В частности, я вам скажу, у нас в Могилеве тоже в области реализуется довольно-таки интересный проект. «Моя земля» про Днепрове, опять же, направленный на гражданско-патриотическое воспитание, на сохранение культурного наследия нашей страны по всем направлениям буквально жизнедеятельности. А, конечно, опыт Брестской области, города Бреста, он заслуживает самого пристального внимания. Здесь есть чему поучиться. Финальным этапом программы Республиканского совета директоров многопрофильных учреждений стало посещение молодежного патриотического центра. Уникальное в своем роде учреждение находится на территории мемориала не случайно. Прикасаясь духовно к своему историческому наследию, ощущая особый трагизм, который и по сей день живет здесь, юноши и девушки учатся ценить то, что имеют, и сохранять то, что досталось их прадедам такой большой ценой. Уже не первый год работают программы по военно-патриотической подготовке, конкретно учебно-тренировочный сбор «Победитель». Были уже проведены более 20 таких сборов. В общей сложности более 400 человек у нас прошли уже с прошлого года. На протяжении года мы работаем по этой программе. Будем показывать опыт работы нашего молодежного патриотического центра. На сегодняшний день у нас там работают летние оздоровительные лагеря, оборонно-спортивный лагерь «Патриот».